Привыкли считать, что Сбербанк это как советская сберкасса, государственная контора, а это совсем не так. 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежат Центробанку, а Центробанк это частный, не государственный банк, хозяин которого населению страны неизвестен. Его имя тщательно скрывается, даже на официальный запрос Путину Медведеву и председателю Банка России Набиулиной был получен краткий ответ, Центробанк не является органом государственной власти. В его названии нет слова государственный, как прежде. 20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднен, и все его имущество было передано частной организации, названной Банком России. Само название Банк России также вводит в граждан заблуждение. Это банк не России, а частного олигарха, по всей логике вещей иностранца. Даже герб этого банка подделка, стилизация под государственный герб России. Присмотритесь. Законом о Центральном банке и Конституции РФ определен его особый статус. Это отдельное юридическое лицо. Он не является органом государственной власти, не подчиняется президенту и правительству, но при этом обладает полномочиями государственного органа. Центробанк полностью контролирует всю денежно-кредитную политику государства, устанавливает курс валют, но в случае чего по обязательствам государство не отвечает. Без разрешения Банка России государство не может распоряжаться золотовалютными резервами страны. Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные и иностранные суды. В финансовой сфере Банк России может давать указания, положения и инструкции, что нужно делать государственным органам управления, юридическим и физическим лицам, и каждый должен их беспрекословно выполнять. Банк России не вправе предоставлять кредиты правительству Российской Федерации, зато разрешается кредитовать экономики других стран. Председателя Банка России практически невозможно уволить, пока его срок полномочий не истек, даже если он плохо выполняет свою работу или попросту отказывается выполнять распоряжение правительства. Банк России совершенно не обязан выполнять распоряжение президента, Государственной Думы, Министерства финансов и других государственных органов. Единственная структура, чьи указания Центробанк России обязан выполнять, это Международный валютный фонд. В чьих интересах действует так называемый Банк России? 75% прибыли Центробанка перечисляется в бюджет, еще 15% передается в Нешэкономбанку. Кто же получает оставшиеся 10%? Законом прописано, что получение прибыли не является целью деятельности Центробанка, но надо понимать, что Банк России управляет всей финансовой системой страны. Значит, человек, который может влиять на решение Центробанка и осведомлен о планах Банка на повышение или понижение ключевых ставок, может на этом зарабатывать миллиарды. Ему не нужно получать прибыль непосредственно из кассы Центробанка. В своих интересах он может разорять целые отрасли. Фактически этот человек держит в финансовых тисках всю страну. Если внимательно почитать закон о Центробанке, станет ясно, что он государству практически не подчиняется. Поэтому можно сказать, что наш рубль не принадлежит России. Закон-то мы с вами приняли закон, как нас толпачили. Он никому не подчиняется ЦБ. Он независимый. Он в суд, не подсудный. У нас не президент главное лицо в стране. Отчасти это кошка, которая гуляет сама по себе. Центробанк целиком сложил руки и просто является сегодняшним филиалом, еще одним, даже не резервным, а каким-то дополнительным банком для американской федеральной резервности. Занимается вредительством. Центробанк не дает рубли в долг правительству, как это делает ФРС США. Рубли вводятся в обращение только через покупку иностранной валюты, тех же долларов, на бирже. Россия продает на мировом рынке некий товар, например, нефть, получает за это доллары. Центробанк покупает эти доллары на валютном рынке, после чего доллары попадают в золотовалютные резервы. В соответствии с этим количеством долларов выпускаются рубли. Короче говоря, сколько у России есть долларов, столько будет и рублей. Законы экономики здесь ни при чем. Это закон колониальной зависимости, не так ли? Наши деньги и наша жизнь всегда будут дешевле американской.